Опять скажу, даже вот ради этих городов хотят, говорят, шикарные очень пляжи, красивая природа, сбаркали и скалолами. Стоит сюда приехать. Вот, поснимаю, пока мы едем в такси, в Алеппе, в Алаппуше, чтобы ездить на лодочках. Вообще, вот сколько мы едем, в Кирале очень красивая природа, вся дорога, зелень, какие-то озера, пальмы. Природа здесь однозначно красивейшая влага, ну и такой местный колорит, как бы нет туристов, разбереваем спокойную жизнь. Давайте, пока мы едем по Backwater, я вам скажу свой отзыв о штате Керала. Я был в Качине, вот сейчас на Backwater, еще у меня друзья, очень многие были варкали. Ну и я туда потом доеду. Опять скажу, даже вот ради этих городов хотят, говорят, шикарные очень пляжи, красивая природа, варкали и скалолами. Стоит сюда приехать. Во-первых, безумно красивая природа. Вот как вы видите, мы едем на лодке, пусть даже это в Алеппе, мы едем на лодке, посмотрите видео про Backwater, мое обязательно. Очень красивая природа. Потом, все как бы чисто, культурно, без вот этого пафоса туристического, туристам еще не особо тронутые места, в том числе и все пляжи. В Качине есть европейский район, Форт Качи, где стоят португальские старые дома, хорошие чистые отели, красивая природа. Во многих заведениях запрет на алкоголь. Вот мы были здесь в Новый год, продавали алкоголь, видели только в двух отелях. Там даже Вайн Био продается, так как лицензия на алкоголь стоит дорого, его купить сложно. Опять, если вы приехали, захотите, вы найдете, но нет такого, что все бухают на каждом углу, такого нету. Вот, что еще хочу сказать. Это значит, красивая природа, нет кучи туристов, россиян вообще особо неизведанное место, только люди живут в Аркале и все. В Качи, в Олепи, я буквально встретил в Качи пару людей на встречу, кто разговаривал на русском языке еще где-то одного человека. А, в аэропорту, в аэропорту были русские. В Олепи вообще не видел, где мы едем на лодочках. Ну, однозначно положительный отзыв. Здесь теплее, чем в Гуа. Допустим, если... Чем отличается Кирал от Гуа, в том числе, температура. В декабре в Гуа холодно ночью. Здесь тепло всегда, то есть сплю под пододеяльником. Температура здесь теплей. Вот где-то на 2-3 градуса, вот, друзья, у меня были здесь в марте. Говорят, вообще уже невозможно, но и на декабрь, январь. Вот мы попали на Новый год, прям суперское время, чтобы встретить здесь Новый год. Очень-очень комфортная погода, именно ноябрь, декабрь, январь, февраль. Март уже жарко, жарче, чем в Гуа. Здесь, если сравнивать с Гуа, ну, нет алкоголя, вот этого, естественно, наркотиков, разносливости, такой. Здесь вообще, вон, коммунистические флаги висят. Например, в аэропорту цена на такси, фиксирование, нет бомбилов, как у вас везде. Идем, идем сюда, сюда, пошли, пошли. Фиксирована цена, подходит к стойке, платится, никого внутри не пускают. Ну, можно рикшу, конечно, найти, который подходит, куда как-то заехал, якобы высадить кого-то. Ну, в целом, я говорю, страна, алкоголь продается в ограниченных количествах. Если вам нужно, берите в дьюти-фри, или будете убрать в барах, при отелях дорогих, которые, так как лицейзи стоят дорого, платят достаточно большие деньги за это. Посетите обязательно аллеи Дега-Кватерс. Очень красивая природа. Даже вот, поехали к Ачи, между аллеей Дега-Кватерс, везде очень-очень красивая природа. Цены такие же, как Буа, примерно в среднем, не больше, не меньше, можете, в среднем то же самое. Ну, русских меньше, гораздо меньше. Там, не знаю, ни разу туристическое направление. Мы смотрели туры, продавал одно агентство по 90 тысяч на двоих. Лучше едете самостоятельно. Я вам дам ссылки, забронируйте билеты. Отель на нашем сайте я все так же делал. Можете купить строковку, визу можете электронную заказать у нас. Можете сделать самостоятельно. Но я вам рекомендую обязательно съездить в тиварку. Еще это легко путешествовать самостоятельно. Как я говорил, приходится в аэропорт, фиксируется на такси, никто вас не обманет. Либо закажите, как я, транспорт заранее. Вот, опять, на отеле тоже поставьте. Ну, все, в принципе, в среднем, как в Буа, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Алкоголь, разумность, с гаранностью меньше, чем в Буа, природа гораздо красивее. Если были в Палареме, на Буа, ну, возможно, это же, хоть сравнить, но даже такого, как здесь, вы сами видите, и близко нету. Не знаю, почему, наши операторы еще не раскрутили этот курорт, но барка, ой, Керал, я вам однозначно рекомендую посетить. Очень мне понравилось. Опять, здесь вот еще плюс, очень много, вот мы ехали, очень много церквей красивых, видео опять посмотрите, и скачет. То есть, чем-то напоминает Европу. Меньше гораздо индийских храмов, чем церквей. Красиво они украшены все. Вот нас встречали Рождество, все церкви, рождественские венки, на домах рождественские венки. То есть, меньше гораздо, ну, больше людей, больше так европеизированных людей. Даже местные, они культурные, улыбчивые. Нет такой вот, как в Буа, содрать побольше денег с вас, или там что-то уже обмануть где-то. Поэтому, если говорят, мило, я потерял очки, причем очки дорогие. Я покупал за 2,5 тысячи. Принесли на следующий день солнечный, в отель занесли соседи. Я в восторге, если честно, от Кирала и рекомендую вам съездить сюда. Билеты заказать, забронировать отель, вы можете под ссылкой под этим видео. Все, всем пока. Я буду наслаждаться поездкой по Алепе, по Киралю. С вами был Борис Соколов, сайт визисан.ру